Что касается украинской столицы, серия мощных взрывов в центре, рядом с Верховной Радой, зданием службы безопасности Украины, офисом Зеленского. Ракеты попали по базе штаба запрещенного в России Азова. Удары и в районе ТЭЦ. По данным местных СМИ, в городе перебои со связью и электричеством. Антон Верницкий подробнее. Бассированный обстрел критической инфраструктуры десятка городов Украины начался утром. В интернете появились кадры паралета к целям множества крылатых ракет. Две из них, а точнее звук от их появления в небе над Киевом, попал в эфир британской телекомпании BBC. Взрывы раздаются в Киеве, Днепре, Житомире, Хмельницком. Украинские средства массовой информации сообщают, что также под ударами оказались цели во Львове, Тернополе, Харькове, Кривомроге, Одессе. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности. По объектам системы военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Вообще с утра воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Зеленский подтвердил, что целями для обстрела были энергетические объекты. О количестве выпущенных ракет официальной информации от российского министерства обороны пока нет. Но неофициально подсчетом того, что прилетело, занимался советник офиса украинского президента Арестович. Помните, что крылатых ракет у них не так много. Это акция на краю неприкосновенного запаса. Но в конце концов теперь у них ракет на 80 меньше. Следует подчеркнуть, что Арестович уже неоднократно заявлял о якобы закончившихся в России ракетах. Но они не кончались. Уже после этих его слов украинские инфраструктурные объекты продолжали разрушаться. Это горит одна из киевских ТЭЦ. А это один из объектов энергетики Днепра после прямого попадания. А на этих кадрах, сделанных там же в Днепре, судя по всему, уничтожение склада боеприпасов. Видно, как после ракетного удара происходит детонация. Серия мощных взрывов в центре украинской столицы рядом с Верховной Радой, а также на улице Владимирской, где расположено здание управления службы безопасности Украины. Посольство США в Киеве призывало своих граждан спуститься в укрытие, а позже, в случае затишья, срочно покинуть Украину. Украинская пропаганда. Кадры попадания в критические объекты старательно не показывают, выставляя в интернете лишь последствия взрывов на городских улицах, пытаясь таким образом внушить населению, что все под контролем. Но Гарьков обесточен полностью, так же, как и Кривой Рог. Киев частично. О перебоях со светом также говорят в Сумской, Полтавской, Житомирской областях. В офисе украинского президента заявили, что из-за проблем с энергосистемами разных городов нужно быть готовым к последствиям, вплоть до веерных отключений. Антон Вернинский, Нина Хорева, Первый канал.